добрый день друзья здравствуйте наступила осень конец сентября и мы хотим поснимать очень интересную тему мы хотим снять подготовку осеннюю подготовку к зиме деревьев дело в том что это очень длительный процесс и поскольку я живу здесь деревьями я как бы на частной территории живу да и у меня разные деревья очень много и они как бы разных регионов вот и все то есть какие-то южные деревья есть вот такие фиксы или мир ты до который у нас субтропиком относится есть деревья наши полосы поэтому этот процесс очень затянутый вот но тем это и интереснее я хочу пригласить такое приключение до зимы и мы будем снимать ролики про подготовку к зимовке месяц за месяцем да там неделя за неделей и вы увидите вместе с нами как это все происходит это будет интересная серия и я очень хочу вас пригласить ее посмотреть чем мы будем заниматься сейчас еще тепло но ночи уже холодная это там 10 12 градусов поэтому многие деревья впадают уже в спячку да они уже готовятся ко сну они все витамины соки до энергию из листьев дерево отдает себе в ствол и потом в корне поэтому в общем этот процесс такой интересный и какие-то уже прям деревья засыпают я вам покажу какие-то готовится ко сну тоже мы все это увидим смотрите у меня тут вот сразу сразу у меня тут стоит фикус и все тропические деревья я бы увез в теплую теплицу себе на работу потому что сейчас им уже холодновато то есть когда например 10 градусов но здесь в теплице 15 они вот тут стоят в теплице но скоро будет еще сильнее холодать на улице и соответственно температура упадет для них это прям стресс стресс вот поэтому надо отвезти в теплицу это просто а например растение вот мирты да и субтропики там всякие вязы китайские вот они сейчас неплохо прут вот что удивительно они прям горшок выпивают вот за одни сутки вот это говорит о том что они растут что они получают энергию что они живые еще не во сне вот поэтому с ними сейчас можно поработать вот но в ближайшее время я отвезу их к нине полетаевой в ее теплую теплицу но теплая относительно на зимой там плюс 5 плюс 10 градусов и они будут зимовать там по-нормальному в человеческих условиях вот при даже освещении некоторым поэтому вот такие пока планы на ближайшее время дальше будем смотреть когда похолодает совсем да ну и наверное совсем скоро я сделаю пересадку хвойных растений это же вам это покажу осенние пересадку хвойных растений чуть-чуть холодает и все сделаем конец сентября и еще тепло но вот мы с ним посмотрим на деревья нашей полосы у них все листья у многих зеленые их много они не опадают все в порядке вот и значит еще происходит фото синтез значит еще идет накопление энергии деревом но есть деревья которые прям совсем скоро отправиться в спячку вот эти еще месяц надо продержаться все нормально вот а есть деревья который быстро отправиться в спячку как только температура упадет еще градусов на 5 вот это прежде всего мир ты их надо уже укладывает скоро спать поэтому я решил но если у вас конечно нет теплицы если у вас есть теплицы можно и подольше продлить их вегетацию жизнь вот но сейчас эти мир ты очень хорошо наросли за сезон вот один и вот смотрите другой такой вот таким изогнутым стволом красиво и посмотрите они сильно-сильно заросли прям 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 мощные приросты прям вот толстые ветки и я решил перед тем как отправить на зимовку его подстричь и развести его ветки развести в горизонт развести для как бы сделать скелет скелет этого дерева чтобы потом когда на весной проснется ну может быть не весной может быть там в начале зимы феврале например если она проснется я могу его привести как бы в теплую теплицу в тропическую теплицу отапливаемую вот в конце зимы то она уже начала расти правильно и формироваться как бонсай формироваться в горизонт формироваться так как задумал художник в данном случае я вот поэтому мы сегодня поработаем с мертами у меня их три и там в районе 10-15 я планирую отправить их уже на зимовку посмотрим посмотрим в зависимости от погоды конечно и вот тут у меня оп смотрите какой еще один лохматый красавец вот с таким двойным стволом посмотрите об вот с таким двойным стволом и если вы посмотрите на его землю она почти сухая то есть горшок тяжелый то есть там внизу вода есть я чувствую это но она почти сухая почему потому что он очень много пьет большая капна наверху фотосинтез еще происходит все замечательно поэтому в общем он быстро выпивает он еще не спит он еще активен вот поэтому я решил его подстричь все это убрать я думаю что дальше он расти не будет да то есть дальше он идет ко сну мы остановим все эти процессы и соответственно оправим его на зимовку опять же разведем разведем его прекрасные ветки они в принципе здесь уже хорошо наклонены разведены поэтому все сделаем ну что друзья вот первый наш пациент до такой тоже каскадный каскадный мирт любви я каскадной формы и мне кажется их делать в общем то не сложно ну конечно там есть свои особенности но в общем возможно посмотрите его поближе пока я его не обрезал смотрите мы попробуем его поближе снять я очень разверну тут вот такой извилистый ствол уходящий в бок и сюда на меня выходят вот и в общем уже появляются скелетные ветки которые я хочу сейчас вам показать обстричь их вот и сделать настоящую красоту я его поставлю вот сюда и буду крутить и обрезать давайте посмотрим что же здесь есть для того чтобы это увидеть красоту все это надо убрать всю траву понятно вот потому что за ней ничего не видно кажется что она половина веток заменяет нам уже настолько она выросла вот смотрите как много здесь выросла снизу всяких ростков видимо он здесь касается вот эту часть остраю ну как бы под ветром понятно все время гуляет ходит вот и он там напускал в общем всякой живности сейчас мы это все обрежем она здесь не нужно вот этот поросль растет зря снизу действительно нарастет вместе с прикосновения очень много травы разные друзья не пугайтесь что я так жестко это все вырываю он все таки дерево все таки реагирует очень медленно очень неторопливо вот и поэтому когда на это почувствует это в общем надеюсь будет не так жестоко смотрите вот тут вот тут наросли в общем-то хорошие ветки вот первая ветка да она толстая на большая и она уже уходят одеревеневшими ветками вот сюда дальше поэтому я бы смело вот так вот бы обрезал все это все эти верхушки с одной стороны откроется то есть не будет вот этой лишней массы зеленый то есть он идет в зимовку компактным да но с другой стороны тут немножко будет листиков и почек здоровых для того чтобы пробудиться сильно хорошо весной поэтому вот эта часть вот эту часть мы просто обрежем довольно сильно оставим наверное там одну четвертую часть или там одну треть наверное некоторые ветки вообще здесь не нужны их очень много сейчас я посмотрю внимательно и вот это смотри какая длинная ветка вот так даже 2 здесь ведь они уже одеревенели они хороши вот поэтому мы сейчас обрежем их тоже коротко вот так где-то вот так вот так вот и дадим возможность им расти весной уже вот отсюда в разные стороны здесь выйдет много разных почек проснется в общем смело вот так обрезаем хорошо чуть мне не очень нравится вот эта часть очень длинная когда она длинные соплива это всегда некрасиво это всегда неудачно вот они должны нарастать вас должны оставаться толстые толстые стволики вот что у нас здесь такая же в общем-то стойовина то что совсем вверх я прямо обрезаю вот смотрите прям хорошая ветка но она прям четко вверх вот такие даже в бок нельзя положить поэтому я ее обрежу обрежу вот все что вверх мы и всякие всякие сопливые тоже я обрезаю ветки ну и соответственно могут это разложим поэтому я вот так вот это все обрежу здесь ниже снизу тоже две ветки вот такие хорошие одеревеневшие прекрасно нам такие нужны вот тут у нас тоже сильно одеревеневшие ветка очень много наросло сверху давай дорогая пора ветвиться нечего расти в одну харю скажем так в одну харю смысле в одну ветку она тут разветвилась видите но высоко мне это неудобно мне нужно ниже ветвление вот сейчас пока просто друзья обрезка а потом мне предстоит это все сформировать то есть разложить проволокой и соответственно так видно меня здесь в общем тут вот я все сильно обрезаю не очень понятно мне ладно сейчас я вот веру закончу положим 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 мелкие приросты прям жалко их срезать хорошие приросты пусть будут вот смотрите тут счет такая интересная вещь вот здесь выросли прям ровно вверх ровно вверх ну как бы веточки молодые я их тоже сейчас уберу выстрелю они тут не нужны вот нам нужно обнажить этот ствол потому что чем старше ствол чем он красивее тем больше надо его показывать показывать людям вот вот тут прям посмотрите какая наросла прям мочка что ли из веток видите да забавно это все прям вверх было вверх росло я срезал вот осталось понятно что он пытается выгнать самые высокие самому пытается выгнать ветки вверх прямиком это конечно ему выгоднее меньше надо затрачивать энергию вот я обрезаю края тоже ветки ненужные так и сейчас я посмотрю здесь что тут есть вот здесь тоже в этой части разветвляющаяся ветка в горизонт хорошо лежит обрезаю потом буду формировать так вот здесь тоже снизу есть хорошая ветка большая длинная обрезаю вот тут вот тут тут сразу больше воздуха становится как говорит паша будем ссылаться на классиков уже так об так вот это прям претендует стать макушкой прямо толстая ветка такая вот ну и вот тут тоже об очень интересно тут проволока в общем по быстренькому сейчас я все состригу вот и теперь друзья это вот прям быстро быстро я состриг быстро быстро состриг быстро быстро посмотрите тут еще одна ветка вот такая уходящая в бок я ее отодвинул она вросла вверх вот но ее можно выдвинуть она все-таки сбоку идет ее можно выгнать в эту сторону я ее оставил в общем смотрите и пока я обрезать ее не буду пусть она разгоняется такая будет жертвенная ветвь вот эту штуку надо разогнать она первая ветка она должна быть побольше даже чем вот это поэтому я бы ее потом вот так наклонил и сверху получается вот такой скелет сейчас это грубая была работа сделана показывать мелко я вам не буду это нудно долго ну как долго может минут 20 вот но лучше я сам поработаю не будут напрягать оператора вот а покажем мы вам через 20-25 минут творится что-то страшное на нас кто-то нападает сейчас прям две секунды 2 секунды хватило провод ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О! Накосячено. Тут надо с силой все делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не даю. Возможно, только один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только один король. Ну что, друзья, в общем, немножко я поработал с этим деревом. И посмотрите, что получилось. Я вам сейчас все покажу. Очень важный инструмент любого бонсаиста – это маракасы. Друзья, если у вас есть маракасы, все пойдет. Все будет отлично расти. Играйте, играйте ритм. Ну, в жизни ритм. Общайтесь друг с другом с помощью маракасов. Это очень интересная наука. Друзья, смотрите сюда. Что получилось? В общем-то, дерево получило свой скелет. Вы видите? Вот эти ветки были сформированы. Вот это было сделано все, да? Убраны все лишние ветки. Тут было много толстеньких, непонятных, кривых, вверх смотрящих, вбок смотрящих, вниз смотрящих. В общем, много было смотрящих. Поэтому мы все это развели. Заплели толстые самые ветки. Самые толстые заплели. Иногда их сильно выгнали. Тут небольшое коленце даже есть. Ну, Паша любит коленце. Он мне что-нибудь скажет, хорошее напишет. Вот. Вот здесь тоже, посмотрите, какая лапка получилась. Видно лапку? Лапку видно? Вот, знаете, какая лапка получилась. Это очень важно. Ну, проволочка немножко отодвинули друг от друга ветки. В общем, они будут дальше расти вверх вот таким образом. Смотрите, вот как вот эта ветка. То есть, идет сильный такой, сильный побег, и из него маленькие. За счет этого, вот этого разрастания сверху, увеличивается вот здесь ствол. Стволик. Веточка. Вот. Поэтому мы разложили все вот эти ветки. Не забываем про маракасы. Вот. И, в общем, в таком состоянии мы отправим это дерево к, соответственно, НИИ Политаевой. Еще предлагаю посмотреть на корневую систему. Смотрите, вылезают уже толстенькие небари. Да, то есть, можно будет потом камешек положить. Вот. И сделать прям такую интересную композицию. Вот. Но самое главное сейчас сделать ветвление. Поэтому мы с этим работаем. Все обрастет. Будет в следующем году замечательно. Сейчас оно очень сильное, здоровое, набравшее жирку. Поэтому вот такая кардинальная обрезка. Все будет отлично. Ну что, друзья. Вот это, конечно, красавчик. Очень его люблю. Вообще считаю его своей гордостью. Не знаю, как я его нашел, где его обнаружил. Где-то на Авито. Вот. Как бабушкин какой-то мирт. Но посмотрите, какой у него здесь изгиб. Посмотрите, какая красота. Уже толстые и большие ветки, разведенные в разные стороны. Много веток, смотрящих вверх, которые станут потом вот такими ветками. То есть, горизонтальными. В общем, очень хороший материал. Есть с чем работать. Уже сидит на камне. Да, посмотрите, камень. Уже у него здесь есть толстые ветки. Вот особенно... Ой, толстые корни. Посмотрите, вот у него здесь. Особенно с этой стороны. В общем, интересный материал. Интересная заготовка, купленная просто на Авито когда-то. Там еще есть место для корневой. Он пьет не очень быстро. Поэтому, в общем, будем сейчас с ним работать. И приведем его в порядочек. Первое, что я сделаю, это, конечно, вырву эту траву. Вот. При всей ее декоративности она не позволяет мне нормально увидеть дерево полностью. А я хочу, как бы, при формировании учитывать все особенности дерева. Учитывать его корни, учитывать этот камень, который не виден за этой травкой. Поэтому, как бы, если бы на выставку, я бы даже не сомневался, оставил ее. Хотя, японцы так не делают. Вот. Ну, у нас тут своя растительность. Россия без травы, это просто невозможно. У нас, слава богу, не Израиль. Вот. Поэтому у нас... Трава и Россия, это всегда где-то рядом. Вот. Поэтому травку мы выщипаем все. Смотрите, как сразу, как сразу заиграл, заиграл камешек, да? И с этой стороны. Посмотрите, какая тут... Как ножка какого-то дракона. Посмотрите туда вот. Видно, да? Очень красиво. Трава не дает увидеть все это. Как будто пальчики туда в землю ушли. В общем, вот. Ну и теперь будем стричь. Вот. Сейчас постригу и покажу вам, что получилось. Потому что долго все это рассказывать, показывать. В общем, тут мусор. Давай, поехали. Ты туда или сюда? Давай, поехали. Так, друзья. Смотрите. Немножко я оставил веток, чтобы вам показать, что тут есть. Ну-ка, давайте ныряйте снова сюда. Смотрите, во-первых, какие толстые, какие толстые ветки. И мы из них сейчас сделаем, как бы, ветки в горизонтальной плоскости. Вот так разведем. И это будет прям бомбезно. Бомбезно. В одну сторону и в другую. Сделаем такой скелет. Первоначально. Вот так потом обрежем. Вот так. Ну, а эти две ветки разведем. Хорошие толстые ветки. Вот смотрите, вот здесь, ребята, вот здесь. Прям стволина. Стволина, смотрящая вверх. Нахера она нужна? Непонятно. Поэтому, скорее всего, мы ее удалим. Хотя она очень классная, очень красивая. Но она не дает вот сюда энергии. Вот сюда еще дает. Смотрите, какая толстая. А вот сюда, на край, и там вторая ветка внизу. Не дает. Вот поэтому мы ее отстригаем, чтобы такого не было. Перераспределяем энергию, друзья. Перераспределяем. Оп. Вот. Хорошая ветка. Прямо жалко ее. Но что делать? Значит, смотрите. Вот эта вот макушка тоже смотрит вверх. Сильно жирует. Вот. Ее надо положить. Мы ее положим. И даже еще укоротим. Не нужна она такая длинная. Просто прямой длинный участок. Не нужно. Не нужно. Сейчас. Прямой длинный участок. Не нужна такая стволина. Удаляем ее. Опа. Вот. И, соответственно, мы ее потом положим в горизонт. Надо будет сильной проволокой это фиксировать прям всю большую ветку. Так. Что у нас тут? Стоматология какая-то. Так. 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 Длинная палка. Совершенно не интересная. Но. Она еще гнется. Причем гнется как угодно. Как угодно. И мы наложим проволоку и сделаем из нее что-то более изящное. Более элегантное. Это так. Еще одна длиннющая палка. Смотрящая вверх. Не пойму откуда она. А. Вот смотрите сюда. Не знаю. Видно ли, друзья. Видно ли? Вот смотрите. Она идет с этой стороны. Видите? Здесь есть другая. Другая толстая ветка. Она просто в нее ткнется. И ничего хорошего не будет. Если она будет смотреть вверх, она будет жиреть. И пережирует так, что здесь все отомрет. Поэтому мы ее отрезаем. Она на внутреннем как бы изгибе. Понимаете? Мы ее отрезаем. Вот так. Опа. Всем привет. Красивая была ветка. Хорошая. Мое так сказать. Начало. Смотрите. Люблю нарушать традиции. Ребята. Держитесь. Сейчас я вам расскажу. Смотрите какая ситуация. Ветка смотрящая вверх. И ее бы удалить. Но я ее перекрещу вот с этой веткой. Сейчас все правила полетели японского искусства. Перекрещу вот с этой веткой. И сделаю прям ветку вот туда. Она сюда просится. Такой толщины ветка прям сюда просится. Вот. Эту мы положим в эту сторону. Эту в эту сторону. Обрежем. Будет бомбезно. В общем так. В общем так. Там какая-то внизу-снизу поросли пробивается. Ну может мы что-то с ней сделаем. Смотрите сюда еще. Друзья. Вот идет большая ветка. Идет-идет-идет туда. Все хорошо. Но. Нужно некое разъезвление. И вот эти две. Смотрящие вверх. Смотрящие вверх ветки. Которые конечно неправильно растут. Мы их сейчас вот так разложим. И будут. Будет скелет. Будет вправо и влево. Вот. В общем работаем. Может я вообще ее удалю. То есть вот будет две вот эти ветки. И дальше пускай она растает отсюда. Вот это уже будет не нужно. Она свою роль выполнила. Она была разгонной веткой. Жертвенной веткой. Мы ее удалим. Смотрите прямо вот сейчас я это сделаю. Оп. А вот здесь лягут две новые ветки. Они близко пошли ветвиться от главного ствола. Так что здесь будет так. Возвращайтесь сюда. И смотрите что мы тут произвели. Подложим сюда очки. Смотрите. Итак. Поднимается. Поднимается ствол. И первая ветка пошла вправо. Первая ветка пошла вправо. Вот она. Вот она. Вот она. Вот. Все здесь разложили в горизонт. В горизонт. Все сюда. Это слабенькое. Пока не стал закручивать. Вот. Это так. Это так. Может быть длинновато чуть-чуть. Но мы сейчас ее вот сюда направим. Вот так. Проволока есть. Нормально. Пошло вот сюда. Чтобы от этого ствола. Понимаете. Да. Вот. Вот здесь у нас две лапки. Даже три. Один. Два. Три. И лапки изогнуты. Это была прямая палка. Если вы помните. Я ее положил тоже вот так. Вниз она уходит. И потом прямо и вверх немножко. Трудно конечно показать все это. Друзья. Но может быть вот отсюда. Вот. Смотрите как. Вот. Прямая палка была вот сюда заложена. Вот. Ну и сверху тоже все было выведено в горизонт. Вот. На роль макушки пока ничего у нас не просматривается. Только что если вот это. Но в общем вот тут вот нарастает самая высокая точка. Тут она и будет. Вот. Вот такая вот красота. Друзья. Смотрите. Любуйтесь. Скоро мы покажем это на выставке. Может быть годик через два. Вот. Ну и посмотрим что там с корнями. Да. Очистим от старых корней. От умерших корней. Останутся только взрослые большие красивые корни здесь. В общем. И в общем это эстетика. Да. Горшочек нужен ему. Горшочек. Найдем. Найдем. Хороший горшочек. Ну что друзья. Нужен ему горшок еще. Я уже присмотрел парочку. В общем будем подбирать. Представлять. Фотографировать. Смотреть. В общем что нибудь придумаем. Ну и может быть обнажим побольше этот камень. И корни чтобы свисали еще ниже. В общем будем работать. Продолжать работать с этим деревом. Дорогие друзья. Пока наши мирты отдыхают. Которые мы постригли. Мы посмотрим вот на этот мирт. Он уже требует. Требует обрезки. Требует формирования. Но пока мы этого делать не будем. Потому что посмотрите. Он зацветает. Смотрите сколько бутонов. Смотрите какой красивый цветок. Совсем скоро он бахнет обильным цветением. Ароматом. И мы дадим ему. Дадим ему порасти. Это сделать. Даже может быть завязать какие-то плодики. И дать семена. В общем оставляем ему простор для роста. Для полудоношения. Для цветения. В общем посмотрим. Пусть растет. Так же устроим ему зимовочку. Но она будет немножко теплее. Друзья. Маракасы всегда помогают нам формировать деревья. Посмотрите пожалуйста. Вот такой красавец. Сильно обросший. С двумя стволами. Это вам не каскад. И формировать его гораздо сложнее. Потому что это прямостоящий такой стиль. С кривыми стволами. Двумя. В общем. И вот сделать здесь что-то мудрое. Умное. Красивый скелет. Это надо постараться. Тут нужно прям приложить все свое мастерство. Так сказать художника. Поэтому давайте попробуем. Как всегда. Мы начинаем с того. Что обстригаем все длинные ветки. На две, три, четыре почки. Вот. А там уже посмотрим. Надо обнажить всю эту вот. Обнажить надо скелет. Вот. Чтобы увидеть дерево как оно есть. Вот. Начнем формирование. Друзья. Ну что. Посмотрите что получилось. Давайте посмотрим сначала на него. Не на меня. А на него. Чтобы он помещался в кадр. Мы пока посмотрим его структуру. Вот такое вот дерево. Из одного ствола. С двумя изгибающимися кривыми стволиками. С очень неплохим небаре. Небаре. Его можно еще опустить я думаю. Небаре. Посмотрим. Поищем его там. Можно снять один слой немножко здесь земли. Чтобы обнажить его небаре. Но. Смотрите что. Поднимается ветка первая. Пошла вот сюда. Она конечно растет не очень кривее. Не очень. Смотрит на зрителя. Вот здесь. Видите. Уходит на зрителя. Не очень правильно. Но потом я ее отвел сюда. И она так будет дальше жить. Вторая ветка уходит сюда и сюда. Второй ствол точнее уходит вот сюда. Вот сюда. Значит. К сожалению. Вот здесь конечно очень тоже толстая уже стволина. Вот. Она переходит в немножко. Тут была еще одна стволина здоровая. Мы ее срезали. Для того чтобы поставить вот этот главный ствол. Маленький. Тонкий. Изящный. Будем его наращивать. Он растет эпикально. Отлично. Все здесь отрастет. Ну и задние ветки тоже мы сделали. Все их отформировали. Задние ветки для так сказать объему. Для объему. Это если смотреть сбоку. Теперь смотрим сверху. На троечке наверное. Блин. Думаешь надо? Надо чтобы оно было видно. Вот это вот кольцо. Да. Смотрите. Что мы видим сверху. Первый ствол расходится ветками, 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 ветками. Здесь надо положить все. Расходится, расходится красивенько. Лапка такая появилась. Да. Вот сюда уходит. Ну как бы в еще один уровень. Там снизу есть уровень. Ну нормально. Вот здесь снизу есть уровень ветка. Вот этот надо будет направить. Я вот единственное не направил. Но я это сделаю. Вот этот. Видите он прям прямая палка. Надо ее придать ей изгиба. Придать ей какой-то такой немножко страдания добавить. Вот. Ну и вот здесь значит соответственно у нас тоже лапка. И вот здесь лапка. Вот. Ждем новую макушку. В общем вот такое дело. Вот здесь я навинтил проволоки. Друзья она треснула. Когда я начал ее отводить она треснула вот здесь. Я ее скрутил. Потом вот эту ветку я уберу. Вот эта пойдет сюда. Вот. В общем вот такой вот мирт. Будем ждать его обрастания. Отвезем тоже к Нине Полетаевой пока зимовать. В общем друзья любите бонсай. Субтропики. Прекрасное дерево. Вот. Если у вас есть дача и квартира. В общем все это можно выращивать. Давайте. Давайте. Продолжение следует... Будем отыгрывать по полной, до конца, не стесняясь, так сказать, собственного таланта. Друзья, любите бонсай, подписывайтесь на наш канал и экспериментируйте, сажайте, растите, формируйте. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!